Из рук все убрали лишнее. Вообще все полностью. Разговоры всякие прекратили, чтобы была дисциплина. Иначе будете стоять. Весь в руках. Царь небесный, утешите души истины. И живи с детства, и вся исполняя сокровища благих. И жизнь неподателю. Приди всеми сядны. И очистены всякие скверны. И спаси Боже души наши. Заново поем громче. Царь небесный, утешите души истины. И живи с детства, и вся исполняя сокровища благих. И жизни подателю. Приди всеми сядны. И очистены всякие скверны. И спаси Боже души наши. Господь и Бог наш. Слава Тебе за этот прекрасный день, Господи. За это тепло, за солнце. За общение друг с другом. Слава Тебе. Благослови нас, Господь, эти занятия. Умудри нас. Вложи слова Твои в сердце, в разум, на уста наши. Дай нам Духа Твое, Святого, чтобы мы разумели заповеди Твои. Чтобы мы полюбили Слово Твое, Господи. Вникнули в Него и исполнили Его, живя здесь на земле. Тебе за все хвала. Честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ни одного звука. Только поднимаемся и говорим тогда. В тетрадках записано сегодняшнее число. У нас восемнадцатый. Нот шестое. Дайте ручку, пожалуйста. 15-го, то есть 2015-го года. В продолжение, то же самое тема у нас. Слово Божие, Священное Писание, Святая Библия. То есть, урок номер два. То, что мы начинали во первых. Вика, садись сюда. Что вы там стоите? Андрей, садись сюда тоже. Я медленно писал. Пиши медленно. Тебя садись дальше. Под столом за вас. Неудобно будет писать. Андрей, ты за что там? А, тебе же видеть надо точно. Ну, тогда вам надо садиться. Вон где этот, Андрей, Тимофей. Тимофей, садись сюда. Садись сюда. Это у вас полоса препятствий перед занятием. Сейчас мы повторим то, что мы на первом уроке проходили. Я вам назвал три названия Священного Писания. Какой стих Писания мы заучили? Прося, рассказывай. Мы заучили Иоанна, 5 глава, 39 стих. Говорили. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. О ком о мне? О Господе. О Иисусе Христе. То есть имя нам назвать. О Господе Иисусе Христе. То есть сам Господь сказал о себе, что они свидетельствуют о Христе. Чтобы узнать о Христе, о Господе нашим любящим, сострадающим, милосердным, но в то же время страшным, и ввожу в руку. То есть долготерпеливым. У него очень, как насчитывают, которые следователи Библии, более 500 имен. То есть качество Господне. И мы должны знать, чтобы Господу Бога нашего не прогневлять ничем. Чтоб исполнить, угодить Ему в своей жизни. Вот для этого вы собираетесь здесь. Изучаем вот это слово Святую Библию. Давайте еще дальше продолжим. Библия состоит в 77 книгах. Там мы записывали уже с вами. Иногда люди сомневаются. Один стих Писание с вами прочитывал я. 2 Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движими Духом Святым. То есть это стих Писания говорит о том, что слово Божье написано Духом Святым. От Бога данным. Люди писали святые Божьи человеки. Но также есть Иеремия 1.12. 1 глава 12 стих. Ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Это Господь говорит через пророка Иеремии. Вы же смотрели фильм Иеремии? Нет. До конца я уже смотрел? Нет. Я смотрел до конца. Все. 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 Ответили. Даже в Псалмах написано. Псалм 137.2 стих. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». То есть Господь Слово Свое превысил всякого имени Своего. То есть у Бога есть 500 имен примерно, как в среднем скажем. И Господь Слово Свое ставит выше Своих имен. То есть насколько надо, как говорится, мы должны благовереть перед Словом Божиим. Чтоб она исполнялась в нашей жизни. Не нарушалась. Для этого надо в Слово Божие вникать. Написано у Иисуса Новина день и ночь должен вникать человек. Непрестанно. То есть у него размышления должны быть духовные. Паша поднимет голову. Постоянно. Не просто, чтобы болтать, всякие клички давать или что-то подобное. Толкаться, отзываться. Друг другу подставить подложки. В ответ на ответ ударять. Почему? Потому что Господь все это запретил. Есть заповеди блаженств. Даже есть Нагорная заповедь. Нагорная проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Это Матфея с пятой главой по седьмой главой. Там он все об этом говорит. Что спирать своего ближнего не обижай. Если он тебе что-то сказал, ты не отвечай ему за зло на зло. То есть добром отвечай и так далее. Это помогает тому, что ты должен любить врагов своих. Молиться за них. За обижающих тебя. За гонящих тебя. Ненавидящих тебя. Но это все человек подается только, когда он следует за Господом. И молится об этом. Господь Боевского и Боевского. Запишем следующий стих писаний с вами. Для заучивания. 1 Тимофеев 4.16. Сейчас я вам напишу, как она правильно пишет. Здесь для себя напишите. Хорошо. 1 Тимофеев 4.16. Записали все. 1 Тимофеев 4.16. Записали все. 1 Тимофеев 4.16. У нас быстро записывает руки, поднимите. Нет. А кто у нас медленно? Переводка медленно? Да я там средний такой. Я сейчас не знаю. Когда я буду медленно ликтовать, он будет записываться. Потом мы это обязательно разберем. Первое отношение 416. Вникай в себя. Кавычки открыли. Две запятые вот такие. Теперь ставится две запятые. Это кавычки. Вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. И отдельно потом В, потом в учение. Вникай в себя и в учение. Точка с запятой. А что дальше? Занимайся СИМ постоянно. Занимайся СИМ постоянно. Постоянно с двумя Н. Вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. Точка с запятой. Точка вверху, запятая внизу. Занимайся СИМ постоянно. Точка с запятой тоже. Вверху точка, внизу запятая. А, двоеточие вернее. Двоеточие здесь. Написали? Занимайся СИМ постоянно. СИМ. СИМ. Постоянно. Ибо, ибо, точка, запятая. Ибо, запятая. Так поступая, запятая. Ибо, запятая. Так поступая, запятая. Так поступая, запятая. И себя спасёшь. Занимайся СИМ постоянно. Ибо, запятая. Так поступая, запятая. И себя спасёшь. Запятая. Запятая. И слушающих тебе. Вот так поступаешь. И себя спасешь. Просто поступаю, запятая. И слушающих. И слушающих тебя. Нет, нет. У тебя тогда. У человека имеется в виду. И себя спасешь. И слушающих тебя. С маленькой буквы. Когда Священное Писание записывается, запомните. А человек, когда говорится, только пишет с маленькой буквы. То бывает, там, начинает человек писать, там, вы с большой буквы. Этого не надо здесь делать. Здесь пишет только с большой буквы, а Богу. Все. А человек везде только с новой строки, когда пишется. Вначале с большой буквы пишется. Записали? Нет. А? Где ты остановился? И себя спасешь. И слушающих тебя. Слушающих тебя. То есть это стих Писания говорит о том, что мы должны вникать в себя. А вникать в себя как мы должны? Андрей, слушай внимательно. Ноги убери. Что ты там залезка? Нет. Не пишет. Не пишет? Нет. А что? Ну, тогда я тебе. Она тебе одна. Она тебе не видит. Подожди. Нет. 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 Могики подоставим. Продолжение следует... 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 Ибо так поступая, и себя спасёшь, и слушаешь, и тебя, ибо так поступая, и себя спасёшь, и слушаешь, и у тебя. Слушай, ты будешь учить? Можно сдать? Что же сдать? Вот это, посмотри. Сейчас, погоди, повторятся. Я позорю. Так, перестали разговоры. Повернулись все сюда. Повернулись. Дайте им титраты, чтобы они тоже повторялись. Сейчас, молодой, молодой, молодой. Нет, конечно, успокойся. То есть человек сам должен верующим не только вникать в Слово Божие, он должен и других молчать от него. Через это есть спасение. У пророков, у Иеремии, у Иеремии сказано так, что если ты видишь, что видишь беззаконника, и ты его не обличишь в этом беззаконнике, скажешь, да ладно, что, как будет рецепт. Пожалеешь его или что-то, я не знаю, с молодушествующей, есть такое слово, молодушесть. Господь говорит, что ты погибешь за то, что он погибнет за свое беззаконник, а ты погибнет за то, что ты его не обличил. Но если ты ему сказал об этом, то крови этого человека на тебе уже не было. Ты будешь спасен с собой. Господь нам поставил именно в заповедь, чтобы мы ближнему помогали спастись, именно спастись его души. Моя главная задача для вас лично, я молюсь себя об этом, чтобы вы полюбили Слово Божие, полюбили его на самом деле. Господь даст вам премудрость, мудрость во всем рассуждении. Вот так вот Игнатий, наш наставник, наш начальник лагеря, Господь ему во всем дал премудрость. Почему? Потому что он полюбил Слово Божие. Он 10 часов посвящал изучение Слово Божие. Кто из вас может похвастаться? 10 часов в течение, а сутка сколько у нас часов? 24. 10 часов он отдал, считай, 3 часа. Счастье. Изучение Слово Божие. Если Виктор Николаевич появится, свободный, свободный скажет. Ты мне передай, каким образом он свободен, насколько. Мы сегодня должны сделать подготовку полную, а завтра, чтобы договориться с Глужковым трактором. И ты приготовься вторую печь промазать. Не боишься? Мы же сегодня еще стряпать надо будет. Ну ладно, вторую печь ты не боишься там промазать? Нет. Ее возьмем маленечко прошворкать, мы швами-то, а потом затереть тем, чем затерял с солью со составом. Я просто надеюсь, что вы меня потом вытащите. Вытащите, ребята, смотри. Я думаю, спрошу и все, чтобы это главное дело наше. Да, тихо. Ну что тебе нужно? А когда мы будем пирожки стряпать? Что он говорит? Пирожки, когда будем стряпать. Постоятельно. Пирожки понравилось? Да. А ты стряпал? Нет. Я греб стряпал. Ну все, тогда сделайте так, чтобы здесь это стол или как-то расширить, чтобы все могли постряпать. И каждый пометил свои лепешки там все, а потом будет угощать всех. Если вы заучили, вы потом расскажете. Слово Божие, оно начинается с того, что Господь говорит своим словом, написано. И сказал Бог, да будет верить посреди воды, и отделяет она воду от воды, и стала царь, то есть Слово везде преобладающее. Первая Яна, первая глава, мы читали, у нас были занятия, что там Господь написано, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Все через него начало быть, что для него начало быть, что начало быть. Всему начало есть сам Господь, Бог наш, и Его Слово. Еще я хотел вам зачитать, что есть чудные, такие фалмы у царя Давида, которые мы должны узнать. Я вам уже зачитал, но еще хочу повториться, на занятиях здесь, в помощи почитателей. Это псалом. Например, как люди, как Святая Библия описывает, как образуется вообще человек, о чем Господь знает о нас, знает ли его наши помышления, знает ли, куда мы идем, на намерения наших, о чем мы думаем. Вот Слово Божие, на это есть ответ у царя Давида, в 138-й псалом. Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Вот вы сидите, а Господь уже знал об этом, что вы сядете, и будете Слово Божие слышать. Ты разумеешь, что по мышлению мы издали. То есть Господь прежде уже, даже сотворение мира, прежде, как написано в Слове Божьем, сотворение именно пыли на Вселенной, пыли на Слово, используя Слово Божие. Господь уже все знал, кто какой человек будет жить на земле, как он окончит свою жизнь, где он будет в вечности, в аду или в раю. Но нам дал нас свобода, Господь очень большой дар нам, каждому из вас дал, свободу выбора между добром и злом, жизнью и смертью. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. То есть Господь уже знает, кто чем будет своим языком лепетать, говорить. И в Яголках сказано, апостол Ягол, что совершенно может обуздать, если он обуздает свой язык, он обуздает все свое тело. То есть он его подчинит себе, то есть душа будет преобладающая над телом. Это значит на своей приходе похочу, что это не делать. А вот Вы сказали, что Господь знает, пойдет человек в рай и левать. Но раз Он знал, зачем грешных людей создавал? А Он разве его создавал, грешных людей? Я сейчас вот, смотри, Леонида, вот Господь, я тебе говорил сейчас, очень, можно даже сказать, слово страшный дар дал человеку свободу выбора между добром и злом. Это значит, что если Господь знает, что другие люди спасутся, какие-то спасутся, какие-то не спасутся, все значит. Он сразу все этих бережет, Он тебе дает, тому человеку, который попадет в ад, он ему дает вот свободу выбрать. Свободно пойти за Христом, то есть путь спасения, приобрести. Не то, что вот, например, один Он раз, как говорится, отделяет, один идут в рай, а другой не идут в рай. Ты не идешь в рай по своей свободной воле. Ты не хочешь туда идти, ты не хочешь заплате Божий исполнять. Ты хочешь, например, спать долго, ты хочешь блудеть, курить, наркоманить, людей убивать, бить, голотить. То есть все, что противно заплатим Божий, тебе охота исполнять. Почему? Потому что тебе это нравится. Написано, что даже если человек попадет туда, у Господа Бога будет, то есть в его Царстве Небесном, и если он попадет таким же человеком, каким он остался, грешником именно, не раскаивший грешников, он и там будет творить беззаконие. Аня, не спи, иначе встанешь сейчас. А кому Господь здесь нас исправляет? Он ждет от нас покаяния, во-первых, в первую очередь покаяния, осознание своей грехи. Так, встал. Что за смерть такой? Я сказал, встал. Тарасий. Арсений. Никаких смешков чтоб не было. Никого не смешили. Господь грешников не творит, запомни это. Это сам человек с свободной волей избирает себе этот хуй грешник. Сам избирает. Многие люди заканчивают, как, например, Сталин. Вы очень много, многие слышали о нем. Который в советское время очень много людей поубивал. То есть репрессии совершал. Он закончил, вернее, там, сколько, два или три курса он там заканчивал, я сейчас не помню. Я даже в семинарии учился. Да, он учился в семинарии, и были у него оценки хорошие. Ленин на пятерке закон Божий знал. Ну а что он натворил? Сколько людей душ погубил? То есть все в человеке именно, в его произволении, в его желании. Хочет он следовать? Вот тоже, даже здесь, слыша Слово Божие, перед вами стоит выбор. Следовать за Христом, за Господом. Полюбить Его Слово, полюбить Его заповеди и исполнять их. Или вы будете исполнять то, что вам нравится. Интересно, почему все то, что, например, грешно, нам нравится исполнять? Почему? Все то, что чисто и безгрешно, почему это человеку так тяжело исполнять, например? Смотри. Это интересно, почему это грешно. Посему, как первым одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, как смерть пришла во всех человеках. То есть грех, совершенный в раю Адама с Евой, он передается уже с рождением других людей на земле, когда ребенок рождается, уже передается с тобой. То есть к тебе уже этот грех лежит, первородный. И ты, когда человек больше идет наклонность ко греху, потому что в нем уже это вложено. Почему написано, что возьмите за грех смерть. То есть мы должны все умереть, но дар Бог жить вечно во Христе Иисусе, Господе нашим. Ты уже, когда вырастаешь, ты должен свободно выбрать это следование за Христом. Грех в нас уже сидит. И этот грех, человек имеет уже свободу от этого греха, когда он встанет на колени, осознанно перед Богом, и скажет, Господи, вводи в мое сердце, дай я буду тебе служить всю свою жизнь. То есть осознанно. Не просто, что у тебя кто-то там сзади стоит, где идет Вова, и говорит, ну-ка давай, Слово Божие заучивай. Нет, ты должен сам уже полюбить это Слово Божие, вникать в него, любить. И в других свидетельствах, вот главное из заповеди. Когда человек духовно рожден, как мы увидим, что он духовно рожден? Он начинает другим рассказывать о Христе, то есть о Слове Божьем. Побуждать к этому людей. Вот был один Юрий, он из сектантов был. Его не надо было побуждать Слово Божие, изучать и так далее. Я вот ни разу у вас ни у кого не видел, чтобы кто-то попросил Святую Библию почитать. А он сам Библию с собой привез. И сам же иногда сидел, читал. Понимаете? Видно, что он молится. Спросят. Ну-ка перестань. Дальше читаем. Сзади и спереди ты объемлишь меня, и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. То есть нам непостижимым. Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделаться ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь святла как день, как тьма, так и свет. То есть человек, когда совершает, например, бары, они любят воровать в особенности ночью. Они думают, люди не видят, и вроде бы и Господь не видит. А Господь все это видит. И потом человеку все это воздается. Даже здесь, уже при жизни, все это воздается. Все, что голову поменит. Строится. А? Строится. Что строится? Воздастся в троице. Это Господь угодно, сколько воздается человеку. Потому что Господь долготерпелив, он милосерден, он ждет состава. Он знает, что человек это прах земной. Раз его и нету, то есть ты уже все. Душа отошла в твои обещания. А там ты уже будешь в обещании. А Иуда, когда Христа придал, он потом раскаивался вообще очень сильно. Написано, он раскаивался, я пошел повесился. То есть раскаяние его было не до конца, не искренне, как у апостола Петра. Петр отрекся, и он тоже покаяние принес. Но он последовал дальше за Господа. Он самоубийство не закончил, а самоубийцы только идут прямой дорогой в ад. То есть в ту жизнь, которую Господь тебе дал, ты не имеешь права пресекать сам лично. А все же вот не интересно, кто-то же должен был Христа придать, а не Иуда, но это же, по-моему, надо будет. Согласно Слову Божию, да, это должно быть. Но у Иуда был еще шанс, что значит? Он раскаивался и пошел бы следовать дальше за Христом. То есть пророчество-то исполнилось. Но, однако, Господь, почему пророчество исполняет, что двор будет его пустым? То есть Господь уже заранее, это все вот как мы сейчас, вот здесь вот, в этом Солме узнаем, что Господь прежде уже знал, что будет Иуда, который предаст его, который потом пойдет повесится. То есть Господь это все, это предопределение Божие. То есть Господь заранее это все знал. Все заранее, начиная с создания Вселенной. Что, Аня, хотели? Можно быть? Начальник? Судорец. Ну, можно еще есть. Все заранее нельзя было сделать. Ну, я не делаю, как я. Ты сидел, ты думал, сейчас будет, а ты сделаешь. Сиди, я, сейчас. Дальше читаем. Ибо ты устроил внутренности моей и соткал меня в очереди матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, душа моя вполне осознает это. Несокрытые были от тебя кости мои, когда я созидаем был втайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышление твои, Божие, и как великое число их. Стану ли счастливать их, но они многочислены песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечстиво, удалитесь от меня, кровожадные. Вот мне один задал из вас вопрос, для чего вообще Господь оставил именно Сатану, именно здесь, на земле. Взял бы его просто. Это я задавал этот вопрос. Да, ты задавал. Почему? Для того, чтобы получить венцы нам. Без борьбы, если не будет борьбы здесь, в жизни, венцов ты никаких не получишь. Вот почему Господь попустил это. Чтобы Сатана мог над нами иметь власть, но он не имеет власти над христианами, если они бодрствуют, живут согласно западу Господня. Слышал, если бы Сатана вы имел над нами полную власть, мы бы не иметь венцов наш мир гостер. Это святые отцы об этом говорят, что про беса нет всего. Они говорят, проще всего, они честиво, суетно замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на тебя? Полной ненависти ненавижу их, враги не мне. То есть верующий человек должен ненавидеть зло. Зло не самого человека, а зло внутри этого человека. То есть Сатану, который за ним стоит и управляет этим человеком. И должен помочь береться, когда, коллеги, голову подними свою, хватит спать. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышление мое. И зри, не напасно ли я путей, и направь меня на путь вечный. То есть на путь вечный. Так и Господь говорит, что я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Ну давайте, стих Писания. Ваня, рассказывай. 1 Тимофея 4,16. 1 Тимофея 4,16. Ваня, как себя и учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так из себя спасешь и слушаешь тебя. Ибо так поступая, ибо так поступая, и себя спасешь и слушаешь тебя. 1 Тимофея 4,16. Ваня, как себя и учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь и слушаешь тебя. 1 Тимофея 4,16. 1 Тимофея 4,16. Не везу. Ну а что вы так думаете? А, тетя Витя. Слушай, давай, рассказывай. Ксюша, да? Да. Какая? А ты, Ксюша, большая. 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь и слушаешь тебя. Молодец. Можно я? Давай, Ваня. 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и учение. Вникай в себя и учение. Садись. Вы поймите, что для того, чтобы залучить какое-то человечество, осветворение, вам может даже легче удастся, чем простой стих писать. Почему? Потому что залучить стих писания, даже обыкновенно, это дается Духом Святым. Не просто так. То есть, это вам будет препятствовать. Он будет ваше уши закрывать. И выклазать. А для этого нужно молиться. Внутренне в себя должно быть побуждение. Ты должен, Господи, помоги мне поучить. Дети, если вы будете молиться, а если просто так, для учителя, кажется, оттарабанят, да и все. Вам это ничего не даст. Слово Божие, оно живое и действие написано. Тем временем, что ты в глазах у нас стихи. Острее всякое меча от этого острова, проникает до разделения души и духа в составах и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. То есть, когда ты Слово Божие читаешь, оно тебя судит, начинает в тебе проводить как бы такую черту между добром и злом, светом и тьмою. Ты начинаешь понимать, а что есть свет, а что есть тьма. Оказывается, я тут неправильно, там неправильно. Почему человек осознанно перед Богом должен на колени встать? Он осознает, когда Слово Божие начинает вникать, он это осознает. И правильно человеку вера появляется, когда он слышит Слово Божие. Написано, Римлянам, 10 глава, 17 стих. Запишите для себя. Рим, сопрещен. 10-17. Рим, 10-17. А, 10-17? Да, тут тоже тире и кавычки. Сейчас мы запишем сразу это. Там написано так. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть правильно человеку появится не от чудес, не от того, что он ходил с бабушкой в храм, не от того, что он там много слышал святых рассказов. Именно от слышания Слова Божия. То есть кто-то вам должен засвидеть из-за Слова Божия. Написали? Рим, 10-17. Итак, запятая. Итак, запятая. Вера, вера, тире от слышания, тире от Слова Божия. Так. Вера. Итак, вера, тире, черточка идет. Черточка вот так, горизонтально. От слышания. Итак, запятая. Вера, тире от слышания. Запятая. После слышания. А слышание. Тире от Слова Божия. Божия с большой буквы. От слова Божия. От слова Божия. От слышания. От слова Божия. От слова Божия. Божия с большой буквы. Мы как-то... Можно сказать оба стиха? Подожди. Тимофей записал? Где остановился? Итак, вера от слышания, а слышание тире от Слова Божия. Божия с большой буквы. А что значит? Мы как-то шли с ребятами, ездили за форумом, или я не помню, зачем с телегой шли. И вот. Я одному отроку сказал, говорю, стихи писания, говорю, повтори. Вот сейчас наизусть, который мы заучили. И вижу, он начал как бы стыдиться других ребят, которые новые приехали здесь в лагерь. Он рассказал в дальнейшем, но постыдился сперва. Вот. Я немножко вам засчитаю сейчас стихи писания. Это римлянам 10 глава, с 9 по 10 стих. И 11 тоже. Записали вы это стихи писания? 10 и 17 для конца. Да. То есть, кавычки, кавычки, в конце закрываются. Вверху две запятые закрываются. Точку поставили и кавычки. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует праведности, сердцем верует праведности, а устами исповедует ко спасению. То есть, помимо того, что это еще один стих писания, подтверждающий, что ты, кроме того, что ты сам верующий, скажешь, а я в душе верующий. Ты должен других тоже научать. Вот как мы сейчас, 1 Тимофей 4,16. Это все в 5 стиху писания. Ты должен исповедовать Иисуса Господом не на Истовике где-то в храме, а именно среди этого мира, прерыводельного и двешного. Но для этого ты должен сам жить свято, не грешить, конечно, как другим говорить. А то ты скажешь, а скажешь, а сам-то ты какой. То есть, беспорочно должен быть. Андрей, что ты к нему лезешь? И так же 11 стих. И в описании, говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Так же в Марка 8 главе там написано, что если Господь сказал так, что кто постыдится меня, моих слов, вроде всем прерыводельным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда приедет во славе Отца со святыми ангелами. Отца своего со святыми ангелами. То есть Бога не надо стыдиться, ни Его слов. Исповедовать. Например, идешь ты с кем-то беседуешь, вспомнил стих Писаний, который мы завучили на занятиях. Скажи Его слух, не постыдись еще. То есть, а если ты умолчал, ты постыдился. А Господь говорит, во второе пришествие свое, когда Он во второй раз придет, уже судить будет всю нашу Вселенную, кто жил на земле. Он сказал, постыдиться и тех людей, кто постыдился, живя здесь на земле. Это очень важно знать для вас. Бога нельзя стыдиться, исповедовать. А дела Божьи написано, «Возвещай с гор, отовсюду». То есть, человек, когда уверует во Христа, он идет, пойдем, Вика, встань. Ну что ты, встань будет. А я не записал, вот есть и только, и все, и все. А? А вот я записал, вот Слава Божьей, и есть. Очень успел. От Слова Божьей, точка, в кавычке закрылись, все, на этом не точилось. Временном 10,17. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьей. Карелия, давай рассказывай, 1 Тимофея 4,16. Заучил ли? Подожди, чтобы кто-то, давай. Арсений, давай, 1 Тимофея 4,16. Вика и в себя, и в учение, постоянно, и ва, и в себя спасешь. Садись повторяй. Ты серьезно к этому отписываешься? А Слава Божьей, с у тебя никаких, что-то, смех не нужно вообще. Я думаю. Так, а щенку, что-то, давай, Леонидо, Леонидо, ты что-то повтори, повтори. Вика и в себя и в учение, занимайся всеми постоянно, и ва так поступай, и в себя спасешь, и слушай всех тебя. Где это написано? Первый Тимофея 4,16. Так, ну че, Аня, давай рассказывай. Залучилась? Попробуй, попробуй, потык, и ваше. Я помогу. Первый Тимофея 4,16. Давай, покажи. Первый Тимофея 4,16. Вникай в себя. И в учении. Занимайся. Занимайся. Сим. Постоянно. Сим постоянно. Садись, Попробуй. Ну че, столько времени прошло, и не звучит даже. Ксюша, звучало? Ну ты, конечно. А, че ты хочешь? Че ты хочешь? Еще раз? Сейчас Ваня расскажет, подъедешь. Нет. Ты не рассказывал еще? Нет, я не рассказывал. рассказывай. Тима 4. Первый Тимофею. Первый Тимофея 4,16. Вникай в себя в учении. Вникай в себя в учении. Занимайся. Сим постоянно. Так. И вот так. И вот так. Поступай. Поступай. Себя спасешь. И слушай. И слушай. Повторяйте уже, что без запитки. Давай Ваня расскажи. Первый Тимофей, 4 глава, 16-19 стих. Уникай в себя и в учении. И вот так поступай. И себя спасешь. И слышишь от тебя. Можно Ваня расскажет? Повторяйте. Давай, Андрей, расскажи. А у меня нет ручки. А у меня не пишет. Не пишет она? Печет она? А у меня не писала. Не писала? Майя возьми. Перепиши. А у меня записал. Тимофей, ты рассказывал? Рассказывал. Завучил? Пев, а Тимофей, тихо. Вникай в себя и в учение. И вот так поступай. И себя спасешь. И слушай всех тебя. Вот видите, вам пример. То есть вы должны заучить. Занимайся с ним постоянно. Занимайся с ним постоянно. Так и все. Ваня, не оттекайся. Также Господь, Евангелие Атьяна, 12 глава, 48 стих, так говорит. Отвергающий меня и не понимающий слов моих имеет судью себе. Отвергающий меня и наш слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день. То есть вот это Слово Божие, почему его надо узнать так? Потому что это Слово Божие наш в последний день. То есть день суда, когда мы все воскреснем, мы умрем телесно, мы воскреснем все душой в обновленных телах в Библии написано, в обновленных телах на суд Божий. И каждый даст отчет согласно Слову Божьему вот этому Святой Библии. Как он жизнь своей прожил. Ибо всем нам должно явиться перед суббилищем Христовым, чтобы каждому живет в теле добрый или худой. Что он делает живет в теле добрый или худой? Аминь. Чем вы занимались? Какие? Бывают такие случаи, что человек попадал в ад, а потом бывало такое, что на Библии на Левосильной Мариеве попадал в рай. Запомни, что Господь сказал, не судите никак прежде. То есть мы не можем рассуждать один в раю, а другой в аду. А то у Бога суд. Мы не знаем. Мы можем сказать поправить, что жил человек свято, до конца свято жил. Правильно? Да. Мы молимся святым. А как на суде Божьем? Мы же не знаем, как на все будет. Может мы молимся святого, а он окажется в аду вообще. Или ты, например, человек, кто-то из нас там свято жил, думает, что раз, а он внутренне оказался не таков перед Богом. Каков? Бог это другой суд. А там человеческий суд. То есть об этом надо всегда помнить. Написано, что праведный едва спасается. Правильно, а нещетил и грязь. Где явится? Апостол Павел где он делится? Да и нигде. Ваду где он делится? То есть научитесь всегда думать о том, что об этом говорит Святая Библия, Слово Божье. Для этого нужно проникательно, читать на него постоянно. Полюбить ее. Молиться всегда просить, любить Слово Божье. Просить у Бога веры. Настоящей веры. Если нет веры, просите веры. Я знаю, что некоторые из вас просто стоят делать как положено, а внутри себя не молятся. А должны внутри себя молиться. Чтобы ты когда-то никого не будешь ни пинать, ни отзывать, ни засловить, и так далее. То есть у тебя будет место, и так далее. Ну ладно, на этом закончим. Не перетруждай сильно. Все, встаем. Все, встаем. Девки, что ты это дали? Я выпью, я говорю, что я говорю. Давайте, достойно. Достойно, я встаю. Ложи тетя Богородицу, при снах блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херуви, и славнейшую бескрадения сверхи, безвестриния Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебе вечаю. Слава тебе, наш Господь, за это благодатное время, что даешь мне пять словов твоего, помоги, Господи, чтоб семя сволота упала на добрую почву сердец наших и детей, Господи, помоги им, чтоб они полюбили тебя, чтоб они отдали всю свою жизнь на служение тебе, все свои таланты, которые ты каждому из нас даровал, дай их приумножить, во славу имя этого святого, чтоб мы всегда помнили о том, что мы все представим нас суть твой, каждый даст сам за себя отчет перед лицом твоим, помоги, Господи, нам его заметят, иметь страх ты святой, доведи нас всех до желаемых преснях до царствия твоего, не дай, чтоб брак душ человеческий, сатана, погубил наши души, увлек чем-либо, чтоб мы не погрязли в этих грехах Господа. Помоги нам, Господь, милосердный, ибо ты благ у человека любец, хвалай тебе за все, Отец, Сын и Святой Бой. Аминь. Все, тетрадки сдаем? Да.